Замахал, я своими граблями показал, тебе это не саплями, а потом бананы ты очистила, как обычно. И сейчас время почти утреннее, до концертов еще, наверное, выступление до репетиции далеко. Что для вас вот это время, полдень? Полдень, это уже самый разгар репетиции. Да, самый разгар репетиции, это уже в 10 утра. А в выходной день? В выходной день. А что у нас не бывает? В выходной день. В выходной день. В выходной. Нас только выходные ночи. Простите, может быть, вам уже завести маленький профсоюз внутри вашего коллектива, который будет, знаете, как назад. А с кем он будет бороться? С нами же, что ли? То есть вы счастливы от такой жизни? Ну, мы, конечно, встаем немножко, но мы не безгранично счастливы. Потому что счастливым может быть только идет, которому ничего не нужно. Но тем не менее, нам нравится такая жизнь. Если бы нам не нравилось, мы этим не занимались просто-напросто. То есть вы относитесь к тем счастливым людям, которые занимаются любимым делом, и вообще получают за это деньги? Да, даешь. Которые тратят потом эти же деньги на любимое дело. А на что, извините, если не секрет? На гитарке, на костюмы, инструменты. Инструменты, студия. Мы работаем практически без спонсоров. У нас своя видеостудия, своя аудиостудия, звукозаписи. Все, что вот даже вот эта кассетка, которая лежит у вас, все это сделано на нашей студии. Мы этим гордимся. Студия вложена в наши деньги. У меня такое ощущение, что вы хотите меня обмануть. Передо мной сидят четверо молодых, красивых, успешных людей, которые говорят, что они все заработали деньги, тратят на гитары, на костюмы. Могло бы сидеть пятеро, но, к сожалению, у Володи Евгеньевкина сегодня заболел, у него температура, поэтому его пришлось отправить домой. Он смог приехать только на музыкальный ринг, и мы тут же его после эфира посадили в поезд и отправили обратно в Москву, чтобы он был здоровым, красивым и мог дальше работать. Вот давайте вот на ту камеру мне передадим привет. Он на реконавте смотрит. Привет, поздоравливай. Привет, Володя. Скоро увидимся. А вам дядя Володя сидит, спасибо. У меня будет еще один вопрос по поводу, к сожалению, отсутствующего здесь члены команды. Ну, не так трогично, не так все плохо. Да, но, тем не менее, нет, просто, хорошо, я к этому вернусь. Я единственное, я сделаю большую оплошность, я вас не представила, вообще надо ли представлять для наших гостей? Нет. Нас надо представить. А давайте представим лучше. А давайте представим. Сказал Паша Соколов. Наверное, все знают. А давайте представимся, потому что вас всегда объявляют, а очень интересно посмотреть, как вы сами себя можете объявить. Солист группы «На-на» Слава Жеребникова. Танцор и солист группы «На-на» Павел Соколов. Лучший советский артист, лучший советский певец Паша. Лучший советский танцор. Ваши ученики? Просто лоба. Просто лоба. Лоба? Не просто. В общем, у меня сегодня есть большая возможность загадывать желание беспрестанно. Я нахожусь среди положений. Когда вам надо поменяться. Я потом, потом поменяюсь. А, хорошо, мы будем вот так вот. Но, знаете, в начале нашей программы у нас есть традиция. Зрители, которые сегодня находятся в этой студии, перед приходом гостя или гостей, составляют ваш портрет. Сегодня я этот портрет не знаю, наверное, он групповой. Я предлагаю его вашему вниманию. И мне хочется услышать какие-то ваши комментарии. Работать в коллективе хорошо, потому что всегда есть чувство локтя. С другой стороны, это страшно, утомительно. Скажите, какой был самый длинный период в вашем совместном творчестве и существовании? Самый длинный период отдыха друг от друга? Не было недели. Нет, это было не недели. Мы собирались на неделю. Фактически не получилось. На самом деле получилось меньше. Где и пять, по-моему? Не пять, да. Это было в 95-м году. Действительно, разъехались кто куда. Я поехал на дачу к маме. Слава тоже на дачу поехал. Булу поехал в Лос-Анджелес. А Булу легким поехал на дачу к маме, только в Турцию. Почему так мало? И на второй день мы сразу начали созваниваться, кто где и что как. Ой, я тебе в первый день начал звонить. Да, он забыл, что разница маленькая совершенно. Он ночью мне звонит. Я, говорит, лежу, тут океан, хорошо. Такие, замечательно, я, говорю, сплю. То есть пять дней вот такой у нас был он. А в чем секрет, вот, я даже знаю, тот же ансамбль Спивакова. Масса творческих коллективов есть, которые ездят, очень много стралируют, много репетируют. Они приходят домой, и они приезжают домой, и они не общаются. Что, я не знаю, вы так любите, вы как братья. В чем вот этот секрет такой зависимости, как-то уже необходимости друг друга? Да, я думаю, что уже образовался такой, вот, в этом составе группа существует, внеизменном составе, 6 лет. И уже как бы сложился такой единый организм, и как бы каждый является каким-то неотъемлемым... Ну, представляете, сердце поехало в Турцию, а печень уехала в Лос-Анджелес. Моряки и девчонок любят, лишь и в плавании прибудут. Тут же ходят всей командой к стойке бара в кабаре. Моряки и девчонок любят, если только не забудут, что по улицам их ловят очень злые патрули. А я не знаю, Барри Алибасов, он для вас папа, руководитель, работодатель, кто? Это, скорее всего, это голова, это организм. И все, что вы перечислили, и это тоже. И учитель, и папа, и руководитель, и мастер, и друг, и режиссер. Ломастер. И ломастер. И кто поругает, тоже. И все-таки он, как бы, голова, вы сами сказали, он вас старше. Скажите, почему вы называете его на «ты», насколько я знаю? Я на «вы» называю, я на «вы». Он сам нам раньше запрещал. За что он на Пашу и злиться? А сам нам запрещал называть его поучеством. Вот это странно, это панибратство отчасти. Вообще, есть ли это панибратство? А вы знаете, у нас больше дружеские отношения, чем какие-то такие вот рабочие. У нас нет таких официальных отношений. Да. Нормальный. Я, допустим, если прихожу к Барри домой, я прихожу не к начальнику. Я прихожу к другу, к старшему товарищу, к своему партнеру, в котором мы делаем все общее дело, которое называется группа «Нана». Поэтому как-то у нас уже давно такие отношения. Может быть, поначалу, когда мы только приходили в коллектив, у нас были такие более-менее официальные отношения, конечно. То есть, если происходит ссора, скандал, что, естественно, во время работы на репетиции, это что, заканчивается все за дверями студии, например? Или вот эти обидки, они идут еще там весь вечер, завтра шнется? Я думаю, что больше суток не получается. Все равно потом... Да нет, даже меньше. Я ни разу не помню такого, что целый день ходили и дулись там по углам. Нет, конечно, у нас происходят ссоры, таких больших скандалов не было, а ссоры и обиды друг на друга. Но вот за что я люблю ребят, за что я люблю Барри, за что я еще себя люблю, мы умеем прощать. Это самая сложная, по-моему, человеческая черта. Потом подходим друг к другу. На эмоциональном мы без всяких... Это на эмоциях, это нормально. Мы это понимаем, и особо так... Зато рождается что-то, да. Мы соберемся вместе, придет веселье в гости к нам, и будет день чудесен, и будет шум и ганн, споем мы много песен, и у чумки будет смерть, и будет праздник один для всех. Ну что, вот Паша сейчас стал членом вашего коллектива. Что за счет, вам же придется делиться славой с новым членом коллектива? Слава, расскажи, Слава, мы с тобой будем делиться? Мне кажется, что это не так. Мы уже это вместе Славу уже съели. То есть, мы, когда я работал в Баруи... Время мы ее зарабатывали вместе. Мы ее зарабатывали, трудились вместе, надо прислать. Паша раньше всех нас пришел в Гуку, наверное. И раньше всех ушел. А потом вернулись. Славу не придется делить, она уже есть. Вам теперь шьют пятые костюмы, как все номера. Я хотела вас попросить, можете мне покажите какие-нибудь новые движения. Знаете, мы не спрем сходить за модой. Паша, покажи какие-нибудь новые. Нет, Паша, мне вот понравилось... Нет, я прямо здесь. Недавно показали. Раз, два. Одно, что ты делаешь, по-моему, уже танцуют, я пьюсь. Не надо, не надо. Не ласкай меня! Скоро у Барри Каримовича юбилей. Какой он? Я даже не представляю, как этот человек я увижу на интервью, во время концертов, можно, за кулисами, на людях. И все, как он пишет музыку. Я сам поражаюсь, как вообще у него хватает времени на вообще что-нибудь делать, потому что, когда он находится дома, у него куча администраторов по костюмам, по гастролям, там еще по телевидению, еще по каким-то делам. И он еще... И все это вот... Он как юлицез. Здесь два телефона, он так вот, так еще с другой стороны. Там еще кто-то написает, третий, кто-то бумажку ему подсовывает, что-то подписает. Четвертый что-то кричит, надо факс отправить. И он еще при этом должен сочинить музыку. И стихи еще сочиняют. И в нашем новом альбоме 70% его музыки. Я сам поражаюсь, когда он это делает. Может быть, ночью. То есть это тайна, покрытая мраком, вы как бы... Это просто уникальность этого человека. Вот в этом. Он каждую секунду использует... Юлий Цезарь отдыхал. Человек уникальный. Правда, что он в гниле спрашивает? Дело в том, что, когда он кричит, это хорошо, значит, не все потеряно. Значит, что-то еще все можно поправить. Самое страшное, это когда он молчит. Значит, действительно, что-то случилось непоправимое. Когда он просто бессилен что-то уже сделал. Такие моменты были, ну, может быть, пару раз. Вы не соскучились по Барик Каримовичу? Да, на момент. Да, на момент. Сейчас? Прямо сейчас. Ну, а сейчас соскучились? Соскучились. Барик Каримовичу. Мы пригласили, пожалуй, в студию руководителя человека... Доченька оркестра. Человека, как сказали, Юлия Цезаря, да? Как Юлия Цезаря, да? Юлия Цезаря, Круччича. Даже если какая-то байка, даже не человек, эта девочка приходит домой и говорит, мама, мама, я замуж ухожу. Она говорит, за кого дочка? За Барри или Васна? Она говорит, подожди, дочка, может быть, человек найдется. Давайте. Можно по-русски? Можно по-русски? Просто у меня не будет возможности его поздравить. А в каком приятном коллективе... Да пусть поет мои... Ладно, ну вы, вы, Барри Каримович, вы не капли. Любимая? Ну, знаете, как-то на английском языке и на английском мелодии в России опять все придется. Да, мы сейчас по-русски петрофский камп. Тем более, что мы сейчас в городе... В честь, я имею в виду, вот... В честь Барри или Барри, да. В честь Барри, да. Мы находимся в городе Петра. Да. Сам подберите. То, что мы... Давай. Орли российские, орли российские, пусть и свои острелы, Да, мы башь, ка, утропу пронзите. И же хотяше, и же хотяше Россию пожерти. Живучих ей смерть предать ей смерти. И вознесеся, и вознесеся, во гордыне зело, Я оттопы, я оттоп уже исполнило. Браво. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...